Мы не то чтобы вновь здесь, хочется сказать снова на базе Зенита. С одной стороны да, с другой не совсем, потому что на это нижнее поле лично я, например, спускаюсь в первый раз на открытую тренировку. И, видимо, объясняется это тем, что Зенит будет играть 6 августа с Уфой на выезде, и там искусственное поле. Мистер Луческо, я так понял, хочет приноровиться к выступлению на синтетике. Для этого используется для тренировок искусственное поле, расположенное тут чуть ниже от корпуса базы Зенит. Ну, посмотрим, как тут, что. Футболисты такие, что они не любят конкретно журналистов, мне кажется, и назойливого внимания, а уж тем более селфи. Вот я, например, на последнем матче был свидетелем такой ситуации, вернее, не Зенита даже, а Зенита 2. Сюда пришел Олег Шатов, еще некоторые игроки. Очень демонстративно фотографировали с болельщиками, делали селфи. Ну, как только к ним подошли журналисты, Олег сделал вид, что вообще даже не замечает, кто это и что это. Вот ты хотел поснимать футболиста, знаменитый вот игрок Аксель Витцель. Что-то у него с бутцами. Вот можешь даже вблизи разглядеть, как они выглядят. Красные спартаковские бутцы. Посмотри, какие они эластичные, тонкие, мягкие. Даже страшно подумать, а если приходится какой-то удар, стык, как выдерживать нога, да? Ну, это нам больно, если нам дать неподготовленным этот мяч, будет болеть потом неделю нога. А им-то что? Они только делают, стучат по мячу с утра давить. Видишь, они выходят из специального автобуса. Лишние 100 метров-то не пройти. Просто, наверное, сейчас мы узнаем. А, по-моему, никто не практиковал такого, да, что на этом поле из тренеров? До мача на искусственном поле заниматься. Какой-то такой ноу-хау, что ли, да? Посмотри, какой щепетильный наставник у «Зенита». По-моему, до него никто не приводил футболистов тренироваться на синтетику, вот с учетом того, что мать будет на искусственном газоне. Учитывает он все мелочи при подготовке к той или иной игре. Для футболистов это большая проблема, для некоторых особенно, переходить с искусственного покрытия на синтетическое. У них начинают болеть те или иные мышцы, и поэтому не всем это просто полезно. Ну и поэтому, может, в том числе заранее такая подготовка на искусственном газоне на базе «Зенита» сегодня. Ну что, видишь, появился в команде киржаков и сразу смех и радость он приносит людям. Да, вот слышно звонки, смех, шутки. Ну, раньше что? Раньше таким был дзюба, кстати. Нам надо посмотреть, есть ли он на тренировке. Один форвард есть, а где дзюба? Где же дзюба? Дзюбы нет. Дзюбу съели на обед. Я не вижу пока нашего высокого форварда. У него была травма, но я думал, она не такая уж серьезная, чтобы нельзя было готовиться к следующей игре. Пока не вижу, но, может быть, мне снять очки попробовать. И преимущество молодых журналистов, что они порой задают самые разные примитивные вопросы, а футболисты любят на такие отвечать. Порой неожиданно. Здравствуйте. Здравствуйте. Узнаешь ли это человека? Подождите, а где-то увидел. А, вы же ехали на лодке, да? Да-да-да, балдел, балдел. Судя-то, наверное, не пускают собакам. Смотреть на родную команду. А тут, да, они тренировали. У них нормальная обстановка. Кстати, они никогда тут раньше не тренировались. Это не ожидали, наверное, да? Я тоже. Выше на поляне. Там уже интервью дают. Пойдем послушаем. Мистер Лучевский идет к журналистам. Дима, сосредоточься. Какие-то особенности? Ну, тем не менее, если вы хотите ознакомиться с подробной версией интервью, Луиша нету, то оно будет на сайте sportsdaily.ru. Из того, что мистер говорил, я вот запомнил, значит, во-первых, да, действительно, ему не доводилось раньше играть на искусственных полях, поэтому он, когда принимал решение перевести команду сюда, тренироваться, больше даже руководствовался советами игроков. Дзюба травмирован, по-прежнему играть не будет. Два новичка, которых так волнует судьба болельщиков, это Роберт Мак и Жулиано. Они не заявлены еще за «Зенит». Там есть какие-то формальности с сложности с получением разрешения на работу в России, визы, и поэтому в ближайшем матче они точно играть не будут. И чтобы им играть, по словам Лучевского, еще нужно адаптироваться в команде, почувствовать пульс. Коснулся он немножко предыдущего матча с «Локомотивом», когда «Зенит» не смог добыть три очка. Сказал, что сложно преодолевать насыщенную оборону, для этого нужен другой уровень взаимопонимания и действий команды на поле. Видишь, сколько врачей вокруг игроков, вокруг поля, и сколько разных причиндалов тут. Сегодня еще интересный момент, если ты туда камеру наведешь за охранником, где двое человек стоят, это вот один из них в очках, Максим Амитрофанов, генеральный директор «Зенита», он не всегда далеко приходит на открытые тренировки. Сегодня почему-то вот появился вот этот вот человек без волос, я так понимаю, новый тренер у «Артарии». Слушай, я так понял, что этого Гасилина, Ивсеева, Ивановича заявили за «Зенит-2», чтобы они могли играть и там, и там, да? Почелка за «Зенит-2» тогда. Тогда они в этом случае не могли играть за «Зенит-2», да? Конечно, конечно. Мы с тобой сегодня герои. Мы последний из журналистов, кто покидает территорию базы «Зенита», в той ее части, где проходит сегодняшнее занятие. Мы продержались до самого конца. Вот, и, можно сказать, с почетным экскортом покидаем эти замечательные места, чтобы вернуться сюда. Ну, может быть, не сюда, а уже на привычные более поля, где будет готовиться «Зенит» к матчам с командами, которые играют на натуральном газоне. До свидания. Спасибо вам большое за гостеприимство. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наш блог на сайте sportsdaily.ru, чтобы быть в курсе всех новостей из жизни «Зенита». Ой, селфи. Это, наверное, мне еще Халку становило на Петровском, когда мы там фотографировались. Я его увидел, подошел, хотел нас сфотографировать, а смотрю нас в кадре нет. Тогда он сам своей рукой что-то тут щелкнул, и получилось, что мы оказались в кадре. И я вот тогда снял. Ну, у него рака набита. Он делает до сотни, наверное, фотографий в день с разными болельщиками, а я-то не привык. На этом экране остались следы пальца Халка. Пусть это не нога, но рука. Все равно это представь.